Добрый день! Я хочу продолжить тему предложений по совершенству как защиты технологий, так и оттока технологий и развития технологий в Украине. Все уже говорили, что частным предприятиям в условиях Украины очень сложно добыть как финансирование, кредитование, развивать соответствующие технологии. Поэтому предлагается давно известный инструмент для этого процесса, для процесса частного государственного сотрудничества в оборонной области. Здесь правильно подчеркнули, что существует у нас достаточно сохранившаяся еще сильная научно-техническая база, но ученые используются другими индустриарными государствами для развития своих проблем, или эти ученые покупают цены дешево. Поэтому для того, чтобы их сохранить здесь и использовать здесь, необходимо обеспечить им финансировать. Такое финансирование может быть обеспечено как с помощью кредитных банков, так и с помощью грантов каких-то, потому что, скажем, многие проблемы и многие программы военно-технического направления должны развиваться и поддерживаться государством. Есть такие базовые элементы, базовые части, которые не под силу будут, ни частному капиталу никакому, развитие инфраструктуры, развитие элементной базы, развитие специальной химии, порохов, взрывчатых веществ, скажем, пиротехнических элементов. Вот, поэтому, мне кажется, проблему кредитования и проблему грантов можно как-то разделить. Если государство имеет программу критических технологий, которые надо здесь внутри развивать и поддерживать, и эти критические технологии являются базовыми, то здесь необходимо применять систему какую-то грантов. Если это экспортно-ориентированные технологии, то надо рассматривать систему специальных или льготных кредитов для частных предприятий или для объединения предприятий частных и государственных, как уже говорили. То есть, речь идет фактически о создании, о перечине критических технологий для оборонно-промышленного комплекса, перечине изделий об вооружении и военной технике, которые составляют критическую потребность для вооруженных сил. Ну, один пример, например, возьмите сейчас разного рода взрыватели и пиротехнические элементы. Никто не производит, очень трудно закупить, очень небольшие инвестиции для того, чтобы их начать делать, и никто за это не берется, потому что нет гарантированного государственного заказа. Скажем, вариант А. Либо дать какой-то кредит тем, кто готов это дело делать, либо дать какой-то грант предприятию, которое готово за это взяться и представить результат, если у него есть соответствующие наработки и технологии. По научно-техническим грантам у нас, так сказать, имеется свой опыт работы. За счет своих оборотных средств, скажем, по направлениям, в которых мы работаем, мы уже сейчас содержим там, когда пять, когда десять ученых или групп ученых, которым поддерживаем, оплачиваем какие-то разработки чисто для того, чтобы сохранить этот научный потенциал, чисто для того, чтобы сохранить этих ученых здесь или поддержать их какую-то деятельность. Очень полезная и очень, скажем так, интересная работа, но ограниченные ресурсы частного предприятия не позволяют, скажем, выполнить эту работу в том объеме, в котором это необходимо. Вот, поэтому считаю, что вот предыдущий выступающий правильно сказал, что нужен какой-то инвестиционный фонд. В этом инвестиционном фонде нужен научный технический совет, который будет определять перечень критических технологий и перечень критических изделий ОВТ, которые могут либо финансироваться грантами, либо финансироваться какими-то кредитами льготными, скажем. На основании какого-то конкурсного отбора должны назначаться те или иные либо гранты, либо финансы, и на их деньги проводится опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы под контролем, соответственно, либо Министерства обороны, либо Академии наук, там уже кто будет заинтересован. Ну и еще один важный момент, который, я думаю, необходимо понимать, это государственная поддержка частного бизнеса на сегодняшний день. Не только разрешить, скажем, нам экспортировать и так далее, мы уже нашли пути, каким образом экспортировать, в том числе и через уполномоченные предприятия, но теми критических моментов, которые сейчас остаются. Закупка технологий. Как уже здесь неоднократно отмечали, на настоящий момент европейские страны, Америка, да и многие азиатские страны не особо хотят работать с предприятиями из Украины, особенно с частными предприятиями. У нас большие проблемы с закупкой комплектующих, каких-то материалов специальных. Здесь нам нужен механизм, который покажет нам поддержку в приобретении этих технологий. Второе, значит, если уже говорить об этом, то экспортный контроль, как раз в области закупки этих инструментов, скажем, везешь какой-то двигатель, не можешь, во-первых, сам бендюзер выпустить, во-вторых, его завезти сюда не можешь, потому что надо обязательно, как сказать, проходить всю процедуру экспортного контроля на этот двигатель, потому что он может применяться на каких-то дронах. Вот. Приду смотреть какой-то специальный режим экспортного контроля для вот этих критических технологий и критических изделий вооружения и военной техники, которые производятся частными предприятиями для того, чтобы не обращаться обязательно в Укроспецэкспорт и просить их закупить. Это удлиняет, во-первых, сам процесс раза в три, ну и раза в полтора его удорожает. Вот. Поэтому считаю целесообразным, скажем, как раз рассмотреть вопрос создания такого технологического инструмента государственно-частного сотрудничества, как инвестиционный фонд по разработке критических технологий оборонно-промышленного комплекса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова